Всем привет! Это канал Просто о парфюме, где мы простыми словами рассказываем про нишевую парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Сегодня мы будем пробовать новинки. Обозревать. Обозревать новинки. Это уже, наверное, будет второе впечатление. Более осознанное, я надеюсь. Давай начнем. Новинки совсем недавно вышли многие. Прям еще мало кто их успел послушать. Давай начнем с Honor Delights. Это новый аромат от Ex Nihilo. И назван он в честь как раз улицы, где находится бутик-флагман марки. Ну, пахнет он булочный в кафе. И, кстати, он хоть и новинка считается в России, так он выходил в 19-м году, по-моему. Да, да. Он уже продавался только в Париже. А теперь он представлен и в России, и в ЦУМе в том числе. Мне он очень нравится. Кубырка сладкий. Один из моих сейчас любимых ароматов. Поэтому, не знаю, в составе бергамот, кедр, сандал наш любимый. Сандалы я везде слышу. А что еще? Мускус, который я вообще здесь не слышу. Чуть-чуть запудренный-то, я думаю. Может быть, да. Ну, в общем, аромат просто потрясающий. Очень стойкий, шлейфовый. И мне кажется, очень достойный. И будет конкурентом флюор-наркотику. Наконец-то. Кстати, очень комплементарный. Что очень важно. Особенно для женщин. Давай следующий аромат. Это тоже новинка от Parle Mois de Parfum. От Прованс называется. В Провансе мы еще скоро побываем. Красивая упаковка. Как будто бы, правда, из Прованса. Мешочек такой. Лаванду туда в мешочек положить. Так вот он выглядит. Ну и как второе впечатление? Чувствуется арбузик. Да? Арбузик, потом дыня. И завершается все лавандой. Да, сначала первый раз пробовали. Показалось, что пахнет исключительно лавандой, но... Сейчас разнюхали. Сегодня я чувствую арбузную свежесть. Как такая арбузная жвачка чуть-чуть. Не сам арбуз, а такая... Да-да-да, арбузная жвачка. Арбузная жвачка, да. Орбит арбуз. Да, да, да. Ну и лаванда, конечно, главный такой. Сейчас почему-то лаванды меньше чувствую, но есть. Сейчас дыня больше. Да? То ли от погоды зависит. Может, то, что потеплее стало больше дыни. Может быть. Может быть. Первый раз пробовали, была только лаванда. Возможно, начитались и... Самовнушение. Самовнушение. Да, да. Ассоциативный ряд. Да, и он будет идеально на весну-лето просто. Мне кажется, будет хитом. Мне тоже так кажется, да. Давай. С твоей стороны. С моей? Ну, давай. Мне белая королица. Давай-давай. Так. Это новинка от фирмы Inisho. Называется муск терапия. Мускусная терапия. Угу. Давай второе впечатление. Второе. У меня первое было прям... Вау. Даже мурашки до сих пор бегают. Если честно, когда я надела свой первый раз вон на коже, у меня три дня пахла рука. И этот ромат меня везде преследовал. Ну, конечно, до сих пор тебя преследует. Ну как? Очень-очень крутой. Прям такой сексуальный, женственный. Я думаю, прям будет хитом. Да, правда, сексуальный, женственный. Какой-то немножко пудровый, но приятно пудровый. Сначала цитрусовый, а потом магнолия. Сандалы очень мой любимый. Тут над сандалой есть. И два вида мускуса. Хотя я ненавижу мускус, но тут прям очень красивый. Угу. Как-то в последнее время стали нравиться ароматы с мускусом нам. Потому что это не мускус Теренци. Ну, наверное, да. Да, это вообще другое. Да, они мягче намного. Что в Хоноры, что в Анишу. Прям совершенно другой мускус. Незаметный, да. Да, не мыльный. Так что этот будет прям коллекция у меня точно будет. Ну, всё. Следующий аромат это Byreda, их новинка, Mixed Emotions, смешанные эмоции. Мне кажется, это то, что прям круто описывает этот аромат. Эмоции действительно смешанные. Так выглядит сама бутылочка, сам флакон. Стандартный флакон. Мималистичный, красивый шведский флакон. Интересно было первое впечатление от этого аромата. У меня всё равно каждый раз одно и то же. Клей, куклы. Для меня кажется, что пахнет резиновыми куклами. Да, резиновые куклы, клей и химия какая-то, краски. Для меня первые ноты это стрепсилс. Эти леденцы от боли в горле. Прям стрепсилс, который для рта и для носа. Извините за подробность. Сейчас я чувствую уже чай. Свежий чай. Он раскрывается, сильно меняется. Да. И судя по комментариям людей, я не одна такая, кому пахнет леденцами. Я сейчас услышала. Что? Ну, откуда я поле? Чай, потому что. Вот как раз сладко. Чай Эрл Грей сладковатый такой. Слышишь? Если честно, уже очень такой заваренный, постоявший, крепкий уже. Как про диаполе иногда говорят, что пахнет табачком. Да, очень интересный аромат. Мне кажется, на весну будет круто. Такой, он холодный какой-то. Освежающий. Кукол больше нет. Ну вот, была резиновая кукла, стал чай. Сейчас мне намного больше нравится. Реально есть диаполе схожесть. Как важно дать аромату второй шанс. Да-да. Иногда и третий, и четвёртый, и пятый. Да, иногда посмотреть, попробовать. Потому что так с первого раза, наверное, влюбиться очень сложно. Ну, хочется сказать, что этот аромат вообще не похож на стиль Байреда. Они ушли в какую-то другую сторону. Да, но это интересно всё равно. Интересно очень. Необычно, но интересно. Так, следующий аромат. Это новинка от Atar Collection. Аромат называется Floral Musque. Очень красиво. Они поменяли немного дизайн, и он стал такой вот красивый. Ну и самокоробка. Железный такой. Самокоробка тоже красивая. Ушли вот эти бархатные мотивы, которые не всем нравились. Мне особенно. Ну, это арабская тематика. Стали немножко европеизированные. Да, да. Ну, посмотрим. Второе впечатление. Тоже заметьте, что аромат с мускусом в составе. Всё с мускусом. Ну, хочется сказать, что это опять клон Бакары. Ничего нового. Да. Но даже ближе по звучанию будет к Томас Космалу, Апрелемуры, или к Монсера, Инстант Краш. Мне кажется, на Апрел очень похож. Вот эта мускусная нотка, она есть. Очень похож. Но в раскрытии на коже... Будет Бакара. Нет. Ну, будет Бакара, но потом Бакара уходит, и остаётся просто один мускус. Апрелемуры мне даже кажется поинтереснее. Единственное, что это намного дешевле получается. Ну, в каждой уважающей себя марке сегодня должен быть такой аромат, который напоминает Бакару. Ну, вкусно. Ну, фокон мне у них больше нравится, чем у Прелемур. Да. У Монсера. Ну, мне больше нравится, чем у Прелемуры. Сейчас этот. Ну, поновее, что я не знаю. Как-то, кажется, поинтересней. Так что те, кто любит Бакару, он точно понравится. Давай, последний. Самый красивый флакон. Да. Это Мемо Синтра. Флакон очень-очень красивый. Сделан в честь города в Португалии. Аромат, который заполняет все пространство. Даже когда им не прыскаешь, просто приносишь флакон в помещение, и такое ощущение, что именно прыскались. Ну, у меня второе впечатление такое же, как первое. Мне кажется, мне надо еще пять раз попробовать, чтобы как-то, наверное, понять. Ну, тут нероли. Угу. Жасмин. Цветочный, да. Такой получается горько-цитрусовый с цветочными нотками. Для меня пахнет Биапароксом. Я же в первом впечатлении это сказала сразу. Очень странно, но... Ну, это прям... Почему-то мне он так откликается. Это прям горький цитрус вначале. Угу. Я все ждала, что они уйдут, и будет что-то цветочное и мягкое. Там по составу дальше очень сладкая база. Да, если мы очень... Рискованная женщина. Ну, давай-давай. Ну, я просто не могу. Почему все слышат цветы, и я слышу Биапарокс? Что-то не так. Чуть-чуть. В интернете пишут, что... Похож на Кирин девочку. Никакого сходства нет. Вкус болезни. Ну, попробуй. Ну, вот смотри. Ну, правда же. Цветами для тебя, правда, не роли пахнут? Ты же фанатка не роли. Вот я фанатка не роли, но для меня вообще не роли другой. Видимо, ты не фанатка не роли. Не знаю. Прям истинные не роли. С жасмином. А там тебе роза нет в составе? Нет. Ужасные. Ужасные. Ну, они почти одинаково пахнут. Горькие. Да. Интересный аромат. Такая ползанька. Кавычка. Интересный аромат. Не, ну, попробовать стоит. Тоже холодный, такой освежающий. Для любителей острых ощущений. Да, я бы так сказала. Ну, клиенты у нас, конечно, шоки. Особо, не знаю. Кому все остальное надоело. Кто не знает, что он хочет. Хотела сказать, для фанатов Мерли, но судя по тебе. Судя по фанату Мерли, нет. Не знаю. Ну, этот аромат очень сильно отличается тоже от того, что есть у Мэма. Да. Ну, он как бы вроде близко к Марфе, но если убрать сладость Марфы, я бы так сказала. Потому что Марфа сладкая. И в ней тубероза. Ну, флакон очень красивый. И такое чувство, что они как раз флаконом, вот, заманивают, заманивают флаконом, вот, и по итогу пахнет геопороксом. До сих пор? Ну, помягче стало, помягче. Да, на тебе, кстати, вкуснее. Чем на тебе? Да, у меня очень холодная кожа, у меня такие ароматы почти не раскрываются. Да? Не звучат, как интересно. Нет, в целом. Приятный аромат. Но меня напрягает. Для меня он, наверное, тяжеловат для меня. Я его прям чувствую. Мне кажется, что вся комната пахнет. Так и есть. Сейчас вся комната будет пахнуть Мэмой Синтра и Ниша. И я еще четыре дня буду пахнуть. На этом все. Спасибо, что посмотрели наш небольшой обзор. Да, надеюсь, вы найдете для себя из этих ароматов, которые вам понравятся. Да, но обязательно попробовать стоят, наверное, все. Как говорится, для ознакомления. Ставьте лайки. И если уже попробовали какой-то аромат, пишите в комментариях ваши впечатления по нему. Больше всего мне интересно, если правда похож на Биопорокс, напишите, пожалуйста. Поддержите Дашу. Я не одна такая. В общем, спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok